Ас-саламу алейкум, ардахты агайюн. Одной из самых больших и центральных улиц города Алматы является улица Саина. Однако, к сожалению, до сих пор эта улица имеет дурную славу и олицетворяется с публичными домами и продажными девушками. Хотя всего этого уже давно нет в открытом виде, но при упоминании улицы Саина продолжают возникать такие плохие ассоциации. И тогда у меня возникла идея рассказать о том, кем же был Саин и какую роль он сыграл в казахской истории. Досмотрите данное видео до конца и вы поймете, что Жумагали Саин был настоящим казахским патриотом. Ведь не зря в марте 1964 года по предложению самого Денмухамеда Кунаева в Алматы появилась улица имени Жумагали Саина. Итак, кем же был Жумагали Саин? Жумагали Саин родился в 1912 году на территории бывшей Кокшитаусской области в Арыхбалыхском районе. Отец Сая Тлиувердула и мать Бадгуль были обычными казахами. Однако при этом оба были крайне гордыми людьми и пользовались немалым уважением за свой гордый характер. По словам земляков, отец Жумагали Саин был не только отважным джигитом, но и прекрасно играл на дамбре и неплохо пел. Когда Жумагали исполнилось 4 года, скончалась его мать, а в 5 лет он потерял отца, став еще в самом юном возрасте круглым сиротой. Теперь Жумагали стал воспитываться в доме родного брата своего отца Сыздыха. С самого раннего детства Жумагали познал всю горечь судьбы круглого сироты. Не раз терпел унижения и оскорбления, приходилось переносить и побои. Однако все эти невзгоды не только не сломили юного мальчика, а скорее наоборот, Жумагали вырос отважным, смелым и гордым джигитом. Именно благодаря своему смелому характеру уже в 11 лет Жумагали становится табунщиком. Для казахского джигита стать табунщиком означало признание его отваги, так как смотреть за большими табунами лошадей в условиях постоянной бармты считалось уделом только сильных джигитов. И кто знает, как бы сложилась дальнейшая судьба юного Жумагали, возможно он со временем стал бы известным бармточом, если бы в родной аул мальчика не пришла советская власть. Юного Жумагали определяет в Кокшитовскую детскую коммуну для сирот и беспризорников. Однако и в детском доме жизнь не стала курортом. Юному Жумагали и там приходилось силой и упорством в постоянных стычках с другими воспитанниками добиваться своего места. В итоге смелый и отважный Жумагали становится одним из лидеров детской коммуны. В 1924 году весь Советский Союз готовился отметить 7-летие Октябрьской революции. Готовились к этому праздничному мероприятию и в Кокшитовской коммуне. Юному Жумагали, имевшему немалый авторитет в коммуне, руководство поручает выпустить праздничную стенгазету. И Жумагали не только справляется с порученным заданием, но и специально для этой стенгазеты пишет небольшое стихотворение. После выхода стенгазеты 12-летний Жумагали получает в коммуне прозвище Ахн и начинает всерьез заниматься поэзией. Буквально на каждый советский праздник, на каждое проводившееся в коммуне мероприятие юный Жумагали пишет специальное стихотворение. Здесь следует отметить, что большое влияние на дальнейшее развитие юного Жумагали оказал один из первых казахских педагогов Идрис Макин. Идрис Макин был незаурядной личностью. Родной племянник Шокана Уалиханова, отец будущего автора герба Казахстана Шота Амана Уалиханова, Идрис Макин буквально по всей казахской степи выискивал талантливых казахских детей и стремился оказать им всяческое содействие. Вскоре, поверивший в свои силы Жумагали, относит несколько своих стихотворений в Петропавловскую газету «Совет Аула». Вскоре, в 1928 году, в этой газете появляются первые произведения юного поэта Жумагали Саина. После окончания средней школы Жумагали решает стать учителем и поступает в Петропавловский педагогический техникум, который заканчивает в 1930 году. Однако стремление к знаниям на этом не завершилось, и в том же 1930 году Жумагали Саин продолжает обучение в Московском институте «Цвет золота». Окончив данный институт, Жумагали направляется в Карсакпайский район на одно из местных предприятий. Однако на новом месте поэтические и организаторские способности Жумагали Саина приводят его не на рудник, а в районную газету «Казылкенши», где он вскоре становится заведующим отделом. Затем Жумагали переводится на работу учителем в школу, и позже талантовый педагог становится руководителем Карсакпайского городского отдела образования. В 1931 году Жумагали Саин, как один из перспективных местных работников, направляется для дальнейшей учебы в Педагогический институт имени Абая в город Алматы. Именно тогда у Жумагали Саина появляются первые проблемы со здоровьем. Трудное и голодное детство не прошло для Саина бесследно. Его здоровье было серьезно подорвано, и он заболел тяжелой формой туберкулеза, на время прекратив учебу в институте. После поправки Жумагали возобновляет учебу в институте, а после его окончания в 1934 году направляется заведовать отделом литературы и искусства в газету «Ленин Шелжас». Однако все эти назначения на ответственные посты не мешали Жумагали Саину продолжать заниматься творческой деятельностью и писать свои стихи. Уже в 1936 году выходит первый сборник стихотворений Жумагали Саина «Песни счастья». О том, что в этот момент поэтический талант Саина, имев вполне заслуженное уважение среди казахских акынов, доказывается тем фактом, что предисловие к этому сборнику было написано самим Ильясом Жансугуровым. В годы жесточайших репрессий и преследований 25-летний Жумагали Саин находится в самой гуще интеллигенции советского Казахстана. В 1937-1941 годах Жумагали Саин работает редактором казахского издательства художественной литературы и заведует отделом детской литературы в Союзе писателей Казахской ССР. Одновременно, непродолжительное время, в 1937-38 годах, Жумагали руководит секцией молодых писателей Союза писателей Казахской ССР. И тут возникает вопрос, а как Жумагали Саин, который являлся в эти самые жуткие годы ответственным сотрудником Союза писателей, уцелел и смог избежать репрессий? Ответ на этот вопрос заключается, по-моему, в двух факторах. Во-первых, Жумагали Саин никогда не рвался к власти и никогда не состоял ни в каких политических группировках. Во-вторых, и это главное, один из первых казахов-комсомольцев, член коммунистической партии с 1940 года Жумагали Саин, первое время всей своей душой верил и поддерживал борьбу с врагами народа среди казахских писателей и поэтов. Так, в начале 1937 года Жумагали Саин публикует свою статью «Праврагов народы», где пишет, «Халық жаулары, фашизмның қарғылы төбеттері, шаруашылық, мәдениет құрылысымыздың бір ғана бөлігіне зиян жасап қойған жоқ. Олар өздерінің екі жүзілік сұрқиялығын пайдаланып, әр жерге қанат жайықсы келді. Олардың тоғжа анып секілді сұрқшықтері осы күнгі дейін көркем әдебет майданында орналып келеді». 24 июня 1937 года в газете «Лениншыл жас» выходит еще одна статья Жумагали Саины под названием «Тажбаев Абдилда және оның достары». Ветай статья Жумагали Саин пишет, «Тажбаевтың адамдық бейнеден айырлыған тап жаулармен дос болып, ауыз жаласқандығын, олармен еріп мас күнемдікке салынғандығын, жексүрін жаман мінездерге түскендігін, қалық жауы Вали Ахметовтың екірет соның үйінен ұсталғандығын, тажбаевтың оны қорғауға тұрысқанын, жазушылар үйінің бейлғы пленумында да сондайлармен бірге арақшып, мас болып келіп, тәртіпсіздік істегенін бәріміз жақсы білеміз. Сонымен қатар, олы пролетариат жазушысы Горкидің өліміне арынап жазған тажбаевтың өліңі де, совет идеясымен жазылмай зиянды теріс бопшықты. Бұл тажбаевтың шығармалық бейтінің теріскет паражатқандығын айқын көрсетет. Да, основаясь на этих фактах, кто-то сегодня может обвинить Жумағалисайына в том, что он поддерживал репрессии. Однако я считаю это преждевременным, потому что нам трудно давать оценку действиям Жумағалисайына в 30-е годы. Кто знает, а как повели бы себя мы сами, если бы оказались в те годы. Кроме того, позже, в конце 30-х годов Жумағалисайын начал понимать сущность сталинской политики и стал постепенно отходить от поддержки этого курса. Например, тот же Абдельдад Ажбаев, против которого Саған в 1937 году написал целую статью, впоследствии не только простил Саэна, но даже стал одним из его лучших друзей, общаясь с ним семьями. В июне 1939 года Жумағалисайын от имени Союза писателей Казахской ССР принял участие на первом областном слете писателей и акынов Павлодарской области. Здесь Саэн выступил с докладом, в котором открыто указал, что одной из главных недостатков работы в Павлодарской области является отказ русских писателей печататься в казахских газетах. В конце своего доклада Жумағалисайын четко поручил исправить эту ситуацию и заставить русских писателей печататься в казахских газетах. Таким образом, Жумағалисайын открыто демонстрирует свою поддержку казахскому языку и казахским газетам. И это в 1939 году, когда НКВД продолжало аресты казахских националистов. В конце 30-х годов из ГУЛАГа вернулся на родину активный член Алашурды Мазгуд Шайкемелев. Это был незаурядный человек, прямой потомок Жанбек Батыра, женатый на правнучке хана Абулхаира Гульжихан Сейдалиной, близкий друг Ахмета Алихана и Мержакыпа, Мазгуд Шайкемелев был опасным врагом народа. Его и выпустили из лагеря только потому, что там ему вынесли диагноз «скорая смерть от истощения организма». И кто знает, может Мазгуд Шайкемелев и умер бы, если бы его не бросились спасать несколько человек, одним из которых был Жумағалисайын. Вместе с Ильясом Есинберлиным, Сырбаем Мауленовым и Гаву Каирбековым, Жумағалисайын буквально вытащил Аксакала из могилы. И это в условиях, когда Шайкемелев продолжал считаться врагом народа и для других было даже опасно просто с ним поздороваться. Но Саин и его коллеги не испугались и спасли Шайкемелева, который благодаря их помощи выжил и скончался только в 1968 году. И последнее. В годы жесточайших репрессий, когда в казахские националисты записывали даже за простое приветствие на казахском языке, Жумағалисайын был одним из тех немногих казахских Акынов, который называл себя не просто поэтом, а называл себя казахским Акыном и всю свою жизнь носил традиционную казахскую тахья. Поэтому Жумағалисайна нельзя назвать сторонником сталинизма. Он просто оказался одним из миллионов советских людей, которые стали жертвой советской пропаганды. Главное, что Саин вовремя опомнился и осознал свое заблуждение. Когда в 1941 году началась война, Жумағалисайын уходит добровольцем на фронт. Хотя Саин имел писательскую бронь, мог воспользоваться слабым состоянием своего здоровья, он этого не сделал. Саин будто бы забыл о проблемах со здоровьем и без колебаний отправился на фронт. И на войне Жумағалисайын вновь познал очередной период невзгод. Назначенный политруком роты в 102-й стрелковой дивизии, летом 1942 года, во время боев у реки Северный Донец, Саин вместе со своей ротой попал в окружение. И что же делать тогда Жумағалисайын? Поняв, что пробиться к своим уже не удастся, Жумағалисайын собрал оставшихся живых бойцов и вместе с башкиром Хайруддиновым организовал партизанский отряд, который вскоре стал греметь на всю Украину и до самого конца войны так и не был уничтожен. Здесь следует привести один небольшой факт, который показывает, каким же человеком был Жумағалисайын. В сентябре 1942 года происходит очередной бой фашистов и партизан. В этом сражении Жумағалисайын был тяжело ранен в грудь и два месяца партизаны на обычной плащ-палатке переносили своего комиссара, который был без сознания. Этот случай показывает, что Жумағалисайын был прекрасным командиром и очень хорошим человеком. В 1944 году, после освобождения Украины, Жумағалисайын вернулся на родину и долгое время проходит лечение. Ему удаляют три сломанных ребра, очень долго пытаются извлечь пули из его легких. Но и в этих условиях Жумағалисайын не перестает писать свои произведения, выпустив в 1944 году сборник своих военных стихотворений Жорах Жилдара. Одновременно, даже не дождавшись полного выздоровления, Жумағалисайын приступает к работе, став в 1944 году директором Дома творчества Казахской филармонии. Именно тогда Жумағалисайын совершает еще один мужественный шаг во благо родного народа. 1 января 1945 года Жумағалисайын выезжает на Украину в служебную командировку и случайно встречает там другого прославленного сына казахского народа Касыма Кайсенова. Касыма Кайсенова в это время никак не хотел отпускать на родину еще один знаменитый партизан Сидор Кавпак. Кавпак, прекрасно знавший организаторские способности Касыма Кайсенова, хотел оставить его на Украине и привлечь к делу восстановления Украинской республики. И только Жумағалисайын смог уговорить Касыма вернуться на родину и послужить родному казахскому народу. В итоге Касым Кайсенов вместе с Жумағалисайыном вернулся в Казахстан. Самое обидное, что вернувшийся Кайсенов поначалу не мог найти работу на родине. И тогда Жумағалисайын помогает ему устроиться на работу референтом в президиум Верховного Совета Казахской ССР, а затем предлагает ему приняться за написание книги о своем партизанском прошлом. Так началась писательская карьера Касыма Кайсенова. А в судьбе самого Жумағалисайына в 1947 году наступает еще один очередной сложный период. Советская власть, которая никому и ничего не прощала, вспомнила о том, что в годы войны Жумағали находился в окружении и начинает следствие. Однако, не найдя ничего подозрительного, в 1950 году Жумағалисайын возвращается к ответственной работе, став заместителем редактора журналов Жана Умер и Адебиет Жане Искусство. Но испытания на этом не закончились. В 1950 году чекисты возбуждают уголовное дело в отношении Кажыма Жумалиева, обвинив его в казахском национализме. Вот как об этом вспоминает известный казахский писатель Нығмет Габдулин. 50-шы жылдарда айгылы адебиетші Кажым Жумалиевты біргінде сұтаба кетті. Бізді филология факультетінің студенттерін сабақтан босатып, топырлатып, сот қалып барды. Тергеуші Кажекеннен бәріміздің көзіміші жауап алды. Сол кездегі барышаға танымал қаламгерлердің бірәзі сот залына көәгер болып кеген. Кажым Жумалиевтың Мұрат Мөңкей олының қоғам үшін зиямды өліндерін елдің көзінші оқығаны распа деген сұраққа, сол қаламгерлердің көбісі оқыды деп жауап берді. Тек Жумағали Сайынғана орнына натып тұрып, ол оқыған жоқ деп қасарысып тұрвалды. Көп замай, Кажым жермавес жылдар қалап кете барды. Ета ситуация наглядна демонстрирует, что Жумағали Сайын не был доносчиком и никогда не являлся именно активным сторонником продолжения сталинских репрессий. И именно потому, вернувшись из лагерей, Кажым Жумалиев первым делом навестил именно Жумағали Сайына, который даже перед угрозой ареста отказался подписать донос на Кажыма Жумалиева. В 1960 году Жумағали Сайына назначают редактором газеты «Казах Арибеты». И на этом посту Сайын совершает свой последний подвиг во благо казахского народа. Сразу же после назначения редактором газеты к нему обращается жена Махжана Жумабаева, Зулейха, попросив опубликовать произведение Махжана. Хотя Махжан был посмертно реабилитирован 8 июля 1960 года, никто не решался открыто приступить к публикации его произведений. Объяснялось все очень просто. Махжана реабилитировали, но страх перед недавними репрессиями все же оставался в казахском обществе. Не испугался только Жумағали Сайын, который первым после реабилитации Махжана Жумабаева опубликовал несколько его произведений. Как напишет позднее Алдан Сайын, именно Жумағали вернул обездоленному казахскому народу прекрасное имя Махжана. Полностью приняться за публикацию наследия Махжана Жумабаева Сайыну помешала болезнь, а вскоре, 28 мая 1961 года, Жумагали Сайын скончался. После его смерти открытая публикация произведения Махжана Жумабаева прекратилась до 1988 года. То есть пришедшим на смену Жумагали Сайыну его коллегам так и не хватило мужества продолжить дело Акына. Вот таким человеком был Жумагали Сайын. Кто-то назовет его советским поэтом, кто-то причислит казахским Акыном. Я же лично считаю, что Жумагали Сайын был очень большим патриотом родного казахского народа, которому стоит оказывать почтение и уважение. И это тоже наша история, которую мы должны знать, и такими, как Жумагали Сайын, открыто должны гордиться. Продолжение следует...